В Нижневартовске обсудили развитие добровольческого движения в городе. В частности, речь шла о концепции развития волонтерства в Югре и вовлечении в него большего количества молодых людей. Участие во встрече приняли и представители местного отделения молодой гвардии «Единая Россия». Наталья Дубакова расскажет подробности. Дарина Садихова пришла в добровольчество буквально от нечего делать. Решила таким образом занять свое свободное время. Постепенно это занятие девушку захватило, и теперь она постоянный участник социальных проектов городского и окружного уровней. Мы ходили с волонтерским движением в детский дом и проводили у них мероприятия. И мне было очень приятно видеть улыбки детей. Наверное, только ради эмоций. Новость о том, что президент объявил 2018 годом добровольчества, Дарину да и других волонтеров очень обрадовала. Они уверены, что их работа еще более продуктивна при поддержке властей. У нас волонтерство работает в основном по социальному направлению. Проводятся социальные акции, различные мероприятия, направленные на поддержку социально незащищенных слоев населения, благотворительность. В Югре принята концепция развития волонтерства. Однако немногие знают, зачем и что она дает. Чтобы разобраться во всех новшествах и, главное, объяснить, в каком направлении двигаться дальше, добровольцы Нижневартовска собрались на дебатах. То, какие льготы, какие гарантии, какие другие средства можно привлечь для того, чтобы поддержать волонтеров, для того, чтобы привлечь новых людей в эту сферу. Потому что, на мой взгляд, труд таких людей, он должен быть чем-то вознагражден. Будь то льготы при поступлении в ВУЗ, будь то что-то еще. Волонтерских центров только в Нижневартовске несколько десятков. Свои добровольцы есть почти в каждом учебном заведении, общественной и социальной организации. Задача номер один сегодня объединить их общей целью и сделать движение более организованным. Наталья Дубакова, Евгений Лоскутников, телерадио компания «Югра», Нижневартовск.